Продолжим информационный час. Смотрите сегодня в выпуске. Вблизи Тараза вновь прогромели взрывы. Что происходит в эпицентре и что заявили в Минобороны? С места событий репортаж наших корреспондентов. Для этого определён участок на удалении более 12 километров. Сроки сдачи крупной автомагистрали на грани срыва. Почему затягивается реализация многомиллиардного проекта? Они трассу даже толком не начали ремонтировать и не думая, что через 2-3 года закончат. Жители нового ЖК на окраине Алматы бьют тревогу из-за отсутствия питьевой воды. Кто ответит за неудобства? Мы долго стояли в очереди за жильём. Воды уже нет примерно полторы недели. Относительно новая сельская больница в Алматинской области трещит по швам. Как так получилось и сколько времени людей лечили в аварийном здании? Более подробно расскажу я, Ануар Амагеддинов. В 156-й школе Латовского района начался пожар. В здании ещё остались люди. На месте работают спасатели. Все подробности в ближайшие несколько минут. В Актау произошла страшная авария с участием инкассаторской машины. В результате ДТП двое погибли. На месте пятеро доставлены в больницу. По информации полиции, вечером 13 октября «Шевроле Кобальт», «Део Нексия» и инкассаторская машина столкнулись на дороге напротив газовой заправки. Водитель «Шевроле Кобальт» выехал навстречу и совершил столкновение с машинами. По данному факту сейчас ведётся досудебное расследование. В Норвегии мужчина открыл стрельбу из лука по прохожим. В результате погибли по меньшей мере. Пять человек и двое пострадали. Трагедия произошла в городе Консберг. По словам представителей полиции, нападавшего задержали. Известно, что подозреваемый является 37-летним гражданином Дании. Полиция не исключает версию теракта. Новые взрывы в воинской части испугали жителей близлежащих Таразу посёлков. Минобороне поспешили успокоить сельчан. По данным пресс-службы, Минобороны в Байзакском районе начаты работы по уничтожению фрагментов боеприпасов. Они добавили, что население было заблаговременно оповещено о планируемых работах. Подробности в материале Динары Сабитовой. Только жители Тараза начали приходить с себя после взрывов на базе боеприпасов, которые унесли жизни 17 человек, как в городе с утра прогремели новые взрывы. Эта новость быстро разлетелась по просторам глобальной сети. Представители Минобороны сообщили, что работы не представляют опасности для населения. Перед их началом был тщательно изучен выбранный участок местности. Сейчас он отцеплен и подобраться туда близко невозможно. Работы будут проводиться до 13 ноября текущего года ежедневно с понедельника по пятницу. Для этого определен участок на удалении более 12 километров от воинской части и населенных пунктов в безлюдной горной местности. Взрывные работы в Байзаксском районе начались с сегодняшнего дня. С утра военные успели утилизировать почти 500 килограмм непригодных боеприпасов. В опасной зоне сейчас работает 20 сотрудников. Отметим, что первый взрыв прогремел примерно в 9.30 утра, второй – двумя часами позже. Несмотря на то, что жители поселка Кайнар об этом предупредили, они встревожены и желают поскорее вернуться ко спокойной жизни. Поскорее бы они уничтожили эти боеприпасы. Мы все уже жутко напуганы. Такими темпами мы скоро умрем от страха. Все это уже достало. Лишь бы эти работы были последними. Хорошо, конечно, то, что предупредили о взрывах. Лучше уже так, нежели бы проводили без предупреждения. Вы просто не видели всего, что тут происходило. Не видели, как плакали наши женщины. Уничтожьте уже все эти боеприпасы и дайте людям спокойно жить. Для жителей близлежащих поселков предстоящий месяц обещают быть запоминающимся. Военные ежедневно будут уничтожать по 400 килограмм боеприпасов. Добавим, что работы будут проводиться только в будние дни по 5-6 часов в день. Напомним, что 26 августа прогремели взрывы на военной базе в Байзакском районе близ города Тарас. Погибли 17 человек. Около 100 человек попали в больницу. Динара Сабитова, Мирей Боед, телеканал Алматы, Жамбылская область. Сроки сдачи автодороги Атрау-Астрахань на грани срыва. По плану магистраль должна быть передана в эксплуатацию в 2023 году. Однако из-за ошибок различных подрядных организаций, проект стоимостью 70 миллиардов тенге придется пересматривать. Такое положение дел крайне возмутило множество жителей региона. Какие именно погрешности допущены в ходе строительства, выяснял Ануар Амангельдинов. Трассу между Казахстанским Атрау и Российской Астраханью проложили 40 лет назад. За этот период на автодороге ни разу не проводили капитального ремонта. Весть о том, что магистраль пройдет полную модернизацию, вызвала восторг местных жителей. Однако радость длилась недолго. Темпы реконструкции оставляют желать лучшего. Они трассу даже толком не начали ремонтировать и не думая, что через 2-3 года закончат. Как попало относятся к делу. Как разрушили старый асфальт, так все и стоит. Ничего не делают, слов нет. За ненадлежащее отношение к проекту три подрядные компании могут быть отстранены от работ, заявляет представитель Казавтожол. Согласно плану, 277 километров автодороги должны быть сданы в эксплуатацию в 2023 году. На реконструкцию магистрали выделено 70 миллиардов тенге. Но из-за низких темпов и допущенных ошибок проект может быть пересмотрен. Дорога будет состоять из трех слоев бетона. Снизу щебень два слоя, затем асфальтобетон три слоя. Некоторые слои мы меняем. Предстоит еще немало работ. К примеру, на одном из участков протяженностью 17 километров расходы на коммуникации не укладываются в смету. Проблем много. Рассматривается вопрос расторжения контрактов с некоторыми организациями. Реконструкция трассы от Рао-Астрахань была начата в 2018 году. За это время завершено всего 20 километров дороги. И то, что в 2023 году проект будет завершен, жители региона верят неохотно. Ануар Амангельдинов, Айбек Байзак, телеканал Алматы. Жители ЖК Нурлы Дала в Алматы вот уже неделю сидят без воды. Но ее отсутствие не единственная проблема, с которой столкнулись горожане. По их словам, ответственные лица неохотно решают этот вопрос. Хотя в многоэтажках проживают малообеспеченные семьи и люди с ограниченными возможностями. Динара Сабитова с подробностями. Счастье от заселения в долгожданную квартиру длилось недолго. Жители говорят, что невозможно перечислить все проблемы в построенном по госпрограмме доме. Вопрос о том, можно ли назвать дом, в котором нет воды, благоустроенным, остается открытым. Все их жалобы и обращения выполномоченные органы пока не дали положительного результата. Отчаявшиеся от ожидания жителей решили самостоятельно найти ответы на, казалось бы, элементарные вопросы. Почему нельзя было нормально построить жилье для льготников? Я более чем уверен, что жители элитных микрорайонов не сталкивались с такими проблемами. Получается, нас за людей не считают? Мы долго стояли в очереди за жильем. Воды уже нет примерно полторы недели. Когда мы прибыли на место аварии, то были шокированы увиденным. Там не ведутся никакие работы. Как стало известно позже, из-за отказа двух основных трубопроводов, обеспечивающих данный жилой дом водой, жители остались без воды. Тем временем живительная влага, которую так ждут люди, стекала в поле. Теперь специалисты обещают, что через пару дней работы будут завершены. Сейчас мы откачиваем всю воду. Внутри очень много воды, поскольку диаметр трубы довольно большой. Как откачаем всю воду, можно будет приступить к работам. А в городском управлении жилищной политики говорят, что обязали подрядную организацию устранить проблемы. В жилом комплексе Нурладала в Нурсбайском районе 12 октября произошла авария водопроводных сетей. В настоящее время генподрядчикам Алматы Инжистрой причина установлена, а на место доставлено необходимое оборудование. Жители жилого комплекса также недовольны и работой кооператива собственников квартир. Они надеются, что в ближайшее время вышестоящие органы проверят эффективность их работы. Динара Сабитова, Оливек Шантимир, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, вы смотрите новости. Далее выпуски. Относительно новая сельская больница в Алматинской области трещит по швам. Как так получилось и сколько времени людей лечили в аварийном здании? Более подробно расскажу я, Ануар Амагеддинов. В 156-й школе Алатаусского района начался пожар. В здании еще остались люди. На месте работают спасатели. Все подробности в ближайшие несколько минут. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Относительно новое здание больницы рушится в селе Нура Алматинской области. Жители боятся, что из-за огромных трещин в стенах объект вот-вот рухнет. Первые признаки аварийности проявились два года назад. Как в таких условиях лечили людей? И где теперь им приходится получать услуги, расскажет Ануар Амагеддинов. Больницу в селе Нура сдали в эксплуатацию в 2014 году. Тогда люди испытывали огромный восторг от нового здания. Но, увы, радость длилась недолго. Спустя пять лет проявились первые трещины на стенах. Сейчас их масштабы ужасают. Состояние больницы в селе Нура, мягко говоря, плачевное. Все здание буквально трещит по швам. Куда ни взгляни, можно обнаружить трещины на стенах. А некоторые из них достигают такой ширины, что залезает целая рука. Бескрайней надобности местные жители стараются не посещать больницу. Многие боятся, что здание вот-вот рухнет. Со своей проблемой они обращались в разные инстанции. Однако сдвига нет. Обращались к сельскому Акиму, затем Акиму района. Но толку нет. Никто ничего не делал. Это же опасно. Ладно, пациенты там временно находятся. А сами медработники большее время там проводят. Почему они их не думают? Слов нет. Одни возмущения. Не раз о проблеме вышестоящим руководителям говорил и заведующий сельской больницей. Два года тому назад вновь как заведующим было написано письмо центральную районную больницу. Дали это письмо, было отправлено в высшестоящий орган, в облздрав. И нам пока ответа не пришло, просто косметический ремонт проводился. В областном управлении здравоохранения дать ответа по поводу обращения затруднились. Ведомстве сообщили, что с прошлого года в рамках ГЧП объект передан в частное управление на 15 лет. Компания в таком состоянии и принимала эту больницу. На данный момент проведем полностью технический аудит этого здания. И буквально на днях, через 2-3 дня полностью начнется сейсмоусиление и капитальный ремонт этого здания. В настоящее время в аварийном объекте пациентов не принимают. Два дня назад персонал больницы приступил к переезду в старое здание 70-го года постройки. По словам заведующего больницы, в данный момент там отсутствуют необходимые коммуникации. Ремонт аварийного здания планируют завершить до конца года. Стоит отметить, что в областном управлении строительства заявили, что объект принимался в эксплуатацию в соответствии всех норм. И в отношении подрядчика никаких мер принято не будет. Директор службы скорой медпомощи Алматы прокомментировал скандальные заявления своих подчиненных. Ербул Сарсинбаев опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что подал заявление в полицию, чтобы защитить свою честь и репутацию. Он также добавил, что многих водителей обманным путем заставили подписать на него жалобу. Поэтому большинство из них решили отказаться от претензий к начальству. Действительно написал заявление в Алмалинской РОВД. Но написал я это заявление как гражданское лицо, как гражданин. Я имею право отстаивать свою честь и достоинство. В данном заявлении указываются порочащие и несоответствующие действительности обстоятельства. Поэтому я вынужден был написать это заявление. Напомню, несколько дней назад водители скорой помощи обратились к журналистам. Они заявили, что их заставляют ремонтировать автомобили, не выплачивают надбавку. Всего жалобу на руководителя подписали 80 сотрудников. Но 56 потом отказались от своих слов. Как говорят водители, проблем с запчастями не было. Да, большинство водителей собственноручно подписали заявление, и я в том числе. Но многие не знали, что подписывают. Мы люди маленькие, в бумагах не разбираемся. Большинство уже забрали обратно. Они не хотят терять работу. У каждого семьи. А касательно запчастей у нас нет проблем. Машины новые. Да и в складе постоянно имеются. Движение по развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова в Алматы откроют до конца года. Возведение эстакады на загруженной автомагистрали близится к завершению. Об этом стало известно во время рабочего объезда Акима города Бакаджаны Сагентаева. Сегодня же глава мегаполиса также проинспектировал строительство крупного путепровода на Аэропортовском кольце и пробивку проспекта Абая. Айяна Рафина Рикпаева продолжит тему. На аэропортовском кольце Алматы продолжается активное строительство одной из крупных транспортных развязок. Путепровод, призванный избавить автолюбителей от заторов на Кульджинке, строится в три уровня. На сегодня завершается возведение одной из двух эстакад по тракту. Открыть движение по ней планируется в ноябре. В этом году планируется запустить одну эстакаду. Вторая по планам мы постараемся запустить в мае-июнь месяц следующего года. Строится 570-метровый туннельный проезд по улице Бухтарминской. Тем самым развязка позволит избежать столкновений транспортных потоков. А вот строительство развязки на Рысково-Ямцово на финишной прямой. Изъяты два последних участка, которые задерживали возведение эстакадой. Движение по отдельным боковым съездам открыто. Аким Горда поручил подрядчикам ускорить работу и сдать объект в срок. Транспортная развязка на пересечении проспекта Рысково и улицы Ямцово представляет собой мост через проспект со съездами во всех направлениях. Протяженность эстакады 186 метров. На сегодня все необходимые земельные участки выкуплены и строительство в самом разгаре. Открыть движение по мосту дорожники обещают уже в декабре этого года. В настоящее время завершены работы по сооружению надземного пешеходного перехода «Западный», устройству транспортно-пешеходных проездов по улицам Куренбель и Петрово, устройству наступи с северной и с южной стороны с укладка асфальтобетонного покрытия. Также завершены дорожно-строительные работы по проспекту Рысково. Ознакомился Аким исходом пробивки проспекта Абая протяженностью около 3,5 километров. Автодорога тянется от улицы Мумошева до административного центра Нурзбайского района. По магистрали будут открыты по три полосы движения в каждом направлении и 400-метровые эстакады над улицей Ашимова. По самой дороге почти на 90% закончены работы, местами открыто движение, готовим съезды поперечным проволокам, тротуары готовим. Ведутся строительства работ по мосту. На данном этапе сейчас заливается подушка на западной опоре. Вместе с крупными автомагистралями завершается реконструкция улицы Кунаева в микрорайоне Таусомалы. Дорогу расширяют с двух до четырех полос с устройством тротуаров, велодорожек и орычной сети. Подрядчики приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Ознакомившись с работами, глава мекополиса поручил завершить ремонт дороги до конца этого месяца. Для формирования коллективного иммунитета должны привиться 11,5 миллионов казахстанцев. Решение увеличить контингент, подлежащий вакцинации, приняли на очередном заседании межведомственной комиссии. Принятые меры позволят создать иммунную прослойку в 60%, что рекомендовано ВОЗ. А на сегодня от ковида в стране прибились всего 7 миллионов человек. На встрече МВК обсуждался еще ряд важных вопросов. Подробнее узнаем у Айданы Нураша. Она присоединяется к нам в студию. Айдана, честно сказать, страшно спрашивать. И все же, какие изменения ожидают нас? Диас, ну, бояться нечего. Принятые меры, в частности увеличение количества людей, которые должны вакцинироваться, наоборот, создаст надежную защиту, долгожданный коллективный иммунитет. ВОЗ утверждает, что иммунная прослойка в 60% поможет противостоять коронавирусу. Кто знает, но кому верить, как не специалистам? Нынешние показатели вакцинации всего 7 миллионов человек, тогда как привиться предстоит еще 4,5 миллионам соотечественникам. Терпение нашим врачам. Помимо этого, в Минздраве решили начать повторную прививочную кампанию. Начнут, как обычно, с медиков, полицейских, учителей, сотрудников акиматов и силовых структур. Имеют право ревакцинироваться и люди старше 60 лет, и те, кто не имеет антитела к коронавирусу. И этому есть свои причины. Важность бустерной вакцинации специалисты объясняют просто. Тем самым окружаем вирус со всех сторон. То есть, когда мы одним видом вакцины один раз привились, потом через рекомендуемое время мы бустерной дозой привились, мы не даем вирусу шанса, какой бы он ни был, какого он штамма ни был, мы в любом случае будем иметь все виды антител против этого вируса. Третью дозу вакцины можно получить через 9 месяцев. Это в случае, если вы ранее привились спутником. И спустя полгода, если получили Синофарм, Коронавак, Хайатвакс и Казковитин. Эти рекомендации уже утвердили в Минздраве. Между тем, опыт ревакцинации знаком большинству стран мира. Повторную прививку получают и жители Турции. По темпам вакцинации страна идет в авангарде. Помимо этого, там разрабатывают собственную вакцину, инактивированную Тюрковак. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний. Ревакцинация у нас проходит очень активно. Прививку получили почти 70% населения. Сейчас наши специалисты проводят последние испытания отечественной вакцины. Скажу, результаты хорошие. Серийное производство планируется начать в октябре. Кстати, уже с 15 странами, в том числе и Турцией, взаимно признаны паспорта вакцинации. Последние соглашения достигнуты с Индией и Филиппинами. Ну и в завершении коротко о темпах вакцинации в Алматы. В мегаполисе число привитых приближается к миллиону. Ранее городские власти заявляли, что для нормальной жизни без локдаунов и ограничений необходимо, чтобы антиковидный укол получили миллион 300 алматинцев. Надеемся, что и эти дни не за горами. Диас, передаю слово вам. Будем надеяться. Спасибо. Экспертное мнение о важности ревакцинации и темпах прививочной кампании в Алматы нам рассказала Айдана Нураша. А мы продолжаем выпуск. Буквально несколько дней назад сразу из трех столичных школ поступили вызовы о заложенных бомбах. К счастью, все они были ложны. Однако быть готовыми к любой непредвиденной ситуации спасатели и школьники должны всегда. С этой целью в школах Алматы проводят масштабные учения. Детям дали возможность потушить огонь. Какие еще жизненно важные уроки освоили школьники, сегодня расскажет коллега Дамиранитов. В 156-й школе Алатаусского района начался пожар. В здании еще остались люди. На месте работают спасатели. Тревожный звук сирен прервал занятия в средней школе номер 156. В подсобке началось возгорание. Дети, пробираясь сквозь густой дым, спешки покинули здание. Не прошло и пяти минут, как на место прибыли спасатели. Действуют они крайне оперативно. По легенде учений, во время пожара на втором этаже школы остались дети. Выход заблокирован, бежать некуда. Для спасения школьников используют автолестницу. Все действия снимают на телефоны довольные школьники. Они не до конца понимают сути происходящего, но крайне впечатлены представлением. Затем спасатели дали возможность уже самим школьникам побыть в роли огнеборцев. Этот урок они усвоили надолго. Да, сегодня хорошо понравилось. Что самое главное, я научился, как пользоваться огнетушителем. Мне понравилось, что пожарные пришли. И когда я вырасту, хочу тоже пожарным стать, чтобы помогать. По окончании учений детям дали возможность прокатиться на автолестнице. Также для заинтересованных школьников рассказали немного об устройстве спецмашины. Как знать, возможно, среди этих юношей с горящими глазами будущие огнеборцы. В первую очередь, самое главное, практика. Если человек подготовлен, увиден своими глазами, пощупал, как правильно пользоваться, как правильно работать, то он уже, можно сказать, на 70% подготовлен на ЧАЭС и пожары. Школы очень много. Будем максимально стараться проводить данные мероприятия в каждой школе. Провести максимальный охват, довести максимально для всех учащихся, детей и преподавателей состава. Теперь можно смело сказать, что даже дети знают, как вести себя в случае пожара. А это значит, что цель учений достигнута. Дамир Анитов, Сангалимунгайт-Пасов, телеканал Алматы. Напоминаем вам о том, что Алматы продолжает оставаться в красной зоне. Получите вакцину, защитите себя и других. На этом все. Еще больше новостей вы найдете на сайте алматы.тв и ютуб канале Алматы и ТВ Ньюс. Всего доброго, берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!